Ты можешь сейчас либо так же направо проехать, либо сейчас налево завернуть. Да. Блядь. Да чё, Тёма, всё нормально. Глаза горят, блядь. Всё нормально. Не первый раз. Это вообще восторг, слушай. Просто, знаешь, во-первых, ты здесь находишься, это уже пиздец, как круто. Во-вторых, ты это всё можешь потрогать, то, что ты видел в кино и в фильмах. А в-третьих, ты ещё можешь газа дать, как напуганный, блядь. Это очень харизматичное, очень удобное. Абсолютно не ощущается, что старая тачка просто, пацаны, 13% девчонок. Кто сейчас думает, что мы тут восторгаемся каким-то корытом и ведром, да, там, кто наслушался? Ребят, нет. Это тут всё заебись. Да. Самое главное, что у всех этих машин, у них есть душа. Вот здесь налево сейчас сразу. Да, и знаешь, где она? Она в педали газа, нахуй. А всё, а больше не надо. Я прямо затеив дыхание вот. Офигеть. Чё-то я не припомню, я знаешь, такого ощущения, Артём. Сейчас можешь дальше прямо ехать. Чё сделать надо? Прямо дальше езжай. Так, ты на своём Рено, стой, блядь. Агрессия. Блядь, да. Страшно, ещё таксисты ж долбоёбы, нахуй. Ага, блядь, шугнулся. Так в смысле, я бы тоже в зеркало увидел такое, я бы задумался, наверное. Сумасшедший, что ли? Сегодня тот самый день, когда 10-ти бальная шкала для автомобилей становится 15-ти бальной. И это, 15-ти, 15-ти. Пиздец. Слушай, ну чё, братан, в условиях ограниченного времени, в самой красивой локации. Мы же в Москву для этого приехали, чтобы в охуенных местах снимать всё, правильно? Вот, чё там, перекрёсток, пожалуйста, всё нормально. Очень редкая тачка, единственная в своё роде вообще в стране у нас. Там есть ещё туда-сюда, плюс год-минус год. Но, американская мечта, Артём. Будет завтра, а сегодня американская гонка. Вот, понимаешь, чё? Абсолютно счастливый человек. Ты понимаешь, что 22 года, а у тебя есть вот такая вот штука. Да? И потом спускаешь, ну, брат, ну, брат, ну, брат. Он говорит, да вот любая твоя штука. Хоть тебе Riviera, это же Бьюик. Да. Я, вообще-то, блядь, осведомлён в американских вот этих всех машинах, между прочим. Да, да. Как называется это по-английски произнеси? Это Ford Thunderbird. Спасибо. Понятно. Спас. Спас, спас меня. Хорошо. Так, ну, пацаны и 13%, девчонок, не забываем, да, что у нас на канале мы друзья все. Поэтому вот это вот мажор, не мажор оставляем при себе. Я медный студент. Ну, по меркам американских вот этих всех приколов. Но много машин было испорчено то, что нету запчастей, а везти их и дорого, и долго. И они ставили от жигулевские, да? Да, ставили от жигулей, от Волга. Да, какая-нибудь, да, это все. Ну, нормально, а что? Есть машины, у которых, допустим... Ты, если приглядишься, это же, ну, 29-й один в один, блядь. Нет, это 24-й. 24-й. Ну, купе, 24-й купе, нормально. Негде было просто ее делать, потому что либо кто-то накосячит, либо мы сделаем, но мы не сделали. Ой, у нас таких знакомых, да хуя. И у тебя брат покупает вот такую тачку, да? Да, я учился делать шумоизоляцию. Сразу на форде, блядь, вот этот, как назови, пожалуйста, название? Thunderbird. Вот, на нем. Пацаны, вы представляете, как мы сейчас смотримся вот на этой серой, унылой дороге, из черно-белых, серых, грязных тачек. Да, представляю, Артем. Ты это, спиди-гонщик. Знаешь, блядь, хочется кудри, синее платье, блядь, и я ее везу детей куда-то. Платье хочется тебе, да? Ну, Артем, иди нахуй. Я просто хотел попробовать. Получилось, по-моему. Там чувак сейчас просто в копоти, соня. Я говорю, мотоциклы, говно, блядь. Блядь, привезли нам спицевые диски. Чё, а забалтай, вы могут насмерть, блядь. Стоять. А чё вот если я скажу, что я не выйду отсюда, нахуй? Чё будет? Спойлер на будущее. Это автомобиль брата Ромы. А вот в следующем видео будет автомобиль Ромы. Как думаете, чё? А еще через 49 тысяч видео, это будет моя тачка, блядь. И я же накоплю, нахуй. Я же, знаешь, целеустремленный, блядь. А сколько стоит голубая машина, которая... Где-то от 4. Пиздец. Да ну, нахуй. Не, все. Я Kia Optima, блядь, во. Аккумуляторы в 70-х годах, видимо, не пиздили. Поэтому... А капот просто открывается, и все? А просто отсюда, да. Давай начнем с переднего пассажирского. Дверь, да? Передняя пассажирская дверь. В целом, как в комнату. Да? И стекло такое же здесь обрамленное. Нет, это не дверь в машину, это в машину ворота. Ворота, как Джигурда, говорит. В храм автомобильный, да? Да, да. У нас в 67-м году, значит, придуманы стеклоподъемники. У нас придумана коробка автомат. У нас придумана электроседуха водителя. У нас все было уже придумано, понимаешь? Да. В это время... В это время в Союзе выпустили запорожец, который мы делаем. Да. Ну, не сказал бы, что мы сильно технологично отстали. Скорее, по размерам больше. Просто, да, мы на другой планете немного жили, с другой стороны, чуть-чуть севернее. Посмотри, братан, петли на дверь. Ну, чтобы ты понимал, о чем, блядь, идет речь. У меня в гараже такие. Посмотри, петли на дверь. Офигеть. Офигеть. Не, ну это такое, знаешь. Да просто сразу посерьезки сделали, чтобы двери не провисали. Ты, Джереми. Батя ведет тачку. Вы едете в Айдахо. Ты счастливый. Вы заезжаете в Кентукки Фрай Чикен. Берете крылышки. И поперли. Нас снимает оператор. Она просто подошла и смотрит, такая, так. Хуйня, говорит, какая-то. Бля, не, заебись все-таки. Все, диски оценила. Как у нее дела вообще? Она такая, о, нихуя, двадцашки разноразмерные. Перед 19, Джо, по 20. Пацаны-то секут вообще. Еще и разноширокие. Разноширокие диски, да, все, огонь. Бля, багажник, наверное, большой. Картошку бы там. Просто в 69-м была совершенно. Она такая, да ну нахуй, это штандерберт, блядь. Меня ж в нем. Шпилили меня в такой, да? Эт сама, да. Бля, это моя машина, я хуанит М-парки. Это хорошо. Там я, знаете, что прочитал, что толчком к тому, чтобы появились вот эти вот тачки, стал тот момент, что после, я думаю, кокаин тоже, что после войны много солдат вернулось и привезли с собой европейские гоночные автомобили. А типа на американском рынке, послевоенном, начало 50-х, там до конца 40-х. Не было вообще возможности конкурировать, нечего было купить. И они такие типа, а давай! И такие, хуяк! И все! Типа нормально! У них получилось. У них получилось, да. Да, это оно, это оно. У них уже в это время была подсветка, братан, потому что регулировка зеркал. Ты вообще представляешь, что это такое? Мы завтра просто на этом поедем. Да? Да же? Мы же поедем же. Поедем же, пожалуйста.